МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждое утро они будут рассказывать вам о том, что происходит за этими закрытыми дверями, о закулисье утреннего города и о том, сколько невероятных возможностей большой город готов предоставить вам сегодня. Сегодня с нами Леонид Марголин и Татьяна Морозова. Сегодня в нашей программе. Что происходит в зоопарке, пока посетители еще не проснулись? И кто охраняет зверье по ночам? Почему обезьянка Мангобей опаснее льва? Встречаем рассвет в зоопарке. Что делает мужчину похожим на Джеймса Бонда? Почему выпущенные манжеты рубашки стильно, а расстегнутый ворот пошло? Мы изучаем тонкости стиля 0 на 7. Как в 40 выглядеть на 30? И какой он омолаживающий завтрак? Мы провели утро с легендой отечественного хоккея Алексеем Яшиным. Что делать, если хочешь похудеть, но сил и времени на спортзал нет? Мы отправились на разведку в загадочный спортзал с королевой блюза Викторией Пьер-Мари. Я еще ни разу в жизни не просыпался вот в таком вот окружении. А ты? Ну, вообще-то, ты знаешь, это не совсем прилично задавать такие вопросы. Мы первый раз видим зрителя, я к твоим шуткам уже привыкла. Давай сначала представимся. Я Таня Морозова. Я Леонид Парголин. И каждое утро мы будем просыпаться в неожиданных местах, тех, которые еще закрыты. Да, как только вы будете просыпаться, мы уже будем тут, как тут. Чтобы рассказать вам о том, что творится с закрытыми дверями. Леонид, скажи, что мы здесь делаем и почему у меня в руках сено? И вообще, где мы? Ну, пойдем, присядем на скамейку, я тебе все расскажу. Пойдем. Иди сюда. Я решил сделать тебе сюрприз. У тебя, наверное, много раз был кофе в постели, верно? Ну, вообще, кофе я не пью, а завтрак несколько раз мне приносили. Очень вкусно было. Сегодня я решил сделать тебе завтрак в зоопарке. Хочешь банан? Я что, мартышка? Ну, вообще, да, я голодная, давай банан. Никогда не встречала утром в зоопарке. Да ладно? Серьезно, первый раз утром в зоопарке? Ну, как-то так получилось. Да, какое-то приятное ощущение. Давай просто пофантазируем. Представь себе, что делают животные, когда на них никто не смотрит. Я боюсь представить, что делают смотрители зоопарка, когда никто не смотрит на них и на животных. И я знаю, чем занимаются павлины, когда думают, что на них никто не смотрит и их никто не слышит. В основном они это делают по ночам. Мой знакомый купил себе в загородный дом павлина. Так вот, это птичка по ночам поет так, как будто бы наждачка ездит по стеклу. И он до сих пор жив? Кто, павлин или... Павлин жив, а вот знакомый потихонечку сходит с ума. Ну, давай сейчас пройдемся немножечко, посмотрим на животных. Но я тебе обещаю, что в вольер к павлину мы заходить не будем. Пойдем? Пойдем. Пойдем. Смотри. Вот это самые настоящие совы. Надо еще сцепать, да? Почему она не спит? Нет, 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 они не должны спать. Вот ведь парадокс. В мегаполисах с их бешеным ритмом и ночным образом жизни люди все больше превращаются в сов. И утренний кофе уже не помогает. Зато совы, попавшие в мегаполис, превращаются в жаворонков. Есть животные, которые орел обитания, их основное, это ночь. Но ночью у нас нет посетителей. Поэтому в этой ситуации мы стараемся поменять режим животных путем кормления их днем. Постепенно-постепенно животное привыкает и в итоге уже ждут, когда их начнут кормить. Ну и бодрствую днем, а ночью спят, как и все. Менять ночной образ жизни на дневной пришлось не только совам, но и многим другим обитателям экзотик парка. Гепарды, рыси, гиены – все теперь встают ни свет ни заря по московскому времени. А вот этот лев, если верить слухам, вообще не спит. Говорят, по ночам он выходит из клетки. Лучшего охранника не придумаешь. Мы на ночь выпускаем льва, он бегает по территории. Никто не осмеливается зайти сюда. Это, конечно же, шутка. Даже когда смотришь на этого зверя вот так, через бронированное стекло, мороз по коже. А выпусти его на ночь, к утру даже директор парка не рискнет вернуться на работу. Смотри. Вот это самые настоящие совы. Она же сейчас спать должна. Почему она? Почему она не спит? Нет, 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 они не должны спать. Вот ведь парадокс. В мегаполисах, с их бешеным ритмом и ночным образом жизни, люди все больше превращаются в сов. И утренний кофе уже не помогает. Зато совы, попавшие в мегаполис, превращаются в жаворонков. Есть животные, которые, орел обитания их основной, это ночь. Но ночью у нас нет посетителей. Поэтому в этой ситуации мы стараемся поменять режим животных путем кормления их днем. Постепенно-постепенно животное привыкает и в итоге уже ждут, когда их начнут кормить. Ну и бодрствуют днем, а ночью спят, как и все. Менять ночной образ жизни на дневной пришлось не только совам, но и многим другим обитателям экзотик парка. Гепарды, рыси, гиены – все теперь встают ни свет ни заря по московскому времени. А вот этот лев, если верить слухам, вообще не спит. Говорят, по ночам он выходит из клетки. С посетителями сказывается. Контакт с животным мы попытались сделать максимально близким. Для этого есть либо сетки с ограждением не так далеким, скажем так, от сетки, плюс применение различных стекол. А поближе телефон, поближе. Мужчина, уберите, пожалуйста, телефон, а то останетесь без аппаратуры. Упрямому фотографу повезло, что он не лишился телефона. Ведь эта обезьянка Мангобей – местная знаменитость. Профессионально ворует гаджеты у посетителей, а потом разбирает на запчасти. В прошлом году 30 телефонов у нас забрало. Несмотря на внушительную статистику грабежей, администрация с пониманием относится к порочному увлечению Мангобейчика. Наверное, это адаптация животного к людям. Любит гаджеты. Наши ведущие решили не рисковать своим фотоаппаратом. Жаль было бы лишиться такой камеры. Sony Alpha 5000 предлагает качество и возможности зеркальной фотокамеры в легком и миниатюрном корпусе. Ее большая чувствительная матрица позволяет снимать без вспышки даже в темных помещениях. И фотография получится четкой, даже если дрогнет рука от какой-нибудь неожиданности. А их в зоопарке на каждом шагу. Смотри, у нее фотографии получились. Ой, отлично. Прикольно. Можно положить сразу в интернете. Знаешь, чем больше мы с тобой ходим, прогуливаемся, я понимаю, что люди очень сильно похожи на животных. Есть мужчина-ленивец и отвлекается только на слова «еда», «пиво», «секс», «друзья», «рыбалка». Есть еще мужчина-кот. Вот этого просто он мурлыкает-мурлыкает вокруг тебя, а потом поворачивается задом, если слышит слово «замужество» или «кольцо», или «предложение». А я кто в твоей классификации? Ты знаешь, ты похож на попугайчика. Кстати, давай отпустим наших замечательных животных. Да, до свидания, ватрушка. Отдыхай. Ну а тебе какой тип мужчины нравится? Я предпочитаю мужчину-волка. Это тот человек, который таинственный. Такой взгляд из-под лобья. Как будто бы он агент КГБ или, может быть, ЦРУ. Прямо как я. Но все-таки ты описываешь, мне кажется, Джеймса Бонда, да? Ну, есть немножко. Ему в этом году 50 лет. И даже из Лондона приезжает выставка. Называется «Стиль 007». Я бы с удовольствием сходила. Все-таки это мой мужчина мечты. Ну, давай обсудим. Представляю себе эту выставку. Вокруг одни девушки Бонда. Всем разливают коктейли вот этой знаменитой агента 007. И, конечно же, на стене висит плакат. Зболтай. Не знаю. Все-таки выпивка, постоянная смена женщин, авто – это дурной тон и дурные привычки. Все-таки стиль Джеймса Бонда, он в деталях. И мой друг – истинный англичанин. Живет в Москве. И как раз сейчас нам покажет, что же это за детали. Его зовут Алекс Уильямс. Истинный англичанин. Давным-давно живет в Москве. Почти идеально говорит по-русски, и у него русская жена. Казалось бы, и сам он уже должен был стать русским. Но его по-прежнему видно в толпе. Нет. Дело не в росте. А в тех неуловимых деталях, которые выдают в нем соотечественника агента 007. Первое правило Бонда – если вы одеваете костюм без галстука, то обязательно застегните все пуговицы, не как у меня сейчас. Все мужчины считают, что это сексуально, но Бонбой назвал это просто пошлость. Пошлость для тех, кто не знает себе цену, считает Бонд. А истинную мужественность не нужно выпячивать. Достаточно пары штрихов, чтобы ее подчеркнуть. Существует две фишки Бонда. Это узел, виндзор на галстуке. И, конечно, еще воротник с английским вырезом. Вот что делает Бонд-Бонд. Но не все, конечно. Еще немаловажно, как гармонирует этот галстук с рубашкой. Завершим образ с помощью стильного пиджака и еще одной детали, на которую почему-то не обращают внимания даже самые яростные поклонники агента 007. Третье правило Бонда – это манжеты. Обязательно надо показывать. Много почему-то их прячут, но это как-то не по-бондовски. Агент 007 выпускает манжеты на полдюма и осыпляет своего противника блеском этих прекрасных западов. Лаконичность и маленькие яркие акценты – именно то, что делает Бонда Бондом. Однако не стоит забывать, что агент Ее Величества умеет блистать не только днем, но и ночью. Четвертое правило. Запомните, как отче наш. Вечерний костюм не должен быть скучным. Черный смокинг лучше заменить на темно-синий пиджак. И дополним его черной бабочкой. Это своего рода провокация. Приглашение к элегантному нарушению правил. А ведь у Бонда они всегда свои. И последний штрих. Очки-авиатор. Они никогда не выходят из моды. Позвольте представиться. Бонд. Джеймс Бонд. Теперь, когда вы выглядите так, словно за вами вся мощь и финансы Британской империи, поговорим о главном. О том аксессуаре, который Бонд носит не снимая. Прямой пронзительный взгляд. Всегда смотрите своему сопернику в глаза. Вот так. По-английски мы это называем покерфейс. Вымышленный образ, покоривший за 50 лет миллионы поклонников, как будто живет вне моды и времени. Есть лишь одно но. Недавно британские ученые обнаружили, будь Джеймс Бонд реальным человеком, он вряд ли дожил бы до 50 лет. Единственное, чего я вам советую не повторять за Бонда, это количество спиртного. Британские врачи подсчитали, что в среднем неделю Бонд выпил 14 таких коктейлей. Это в 4 раза превышает допустимую норму. Если бы Бонд действительно вел такой образ жизни, то он бы стал настоящим алкоголиком. Джеймса Бонда спецагентом делает вовсе не манжеты, не какие-то детали. Это в первую очередь харизма. Знаешь, есть такая известная фотограф Вероника Виал. Так вот, она приходит к звездам с утра. Ну, знаешь, когда они еще не проснулись, когда они еще только завтракают, или вырезают. Еще даже без макияжа. Без макияжа, с просонья. И у нее все равно получается удачная фотография. Это настоящие звезды. Сегодня утром мы решили заглянуть в гости к легендарному хоккеисту Алексею Яшину. Уже много лет подряд, где бы он ни находился, в России, Европе или США, утро у нашего героя начинается одинаково. Вот, день только начался. Сейчас хорошо бы позавтракать. Вроде бы погода классная, солнышко. Для того, чтобы чувствовать себя хорошо, мне нужно где-то между 7-8 часами отдыха, сна. Вкусная еда и потрясающий вид на Москву – лучшее начало дня. А у вас есть овощное институт? Да, конечно. Можно тогда огуречный сельдерей в весу по 200 грамм? Хорошо. Завтрак Алексея уже много лет подряд остается неизменным. Мне очень нравятся яйца с мятком. Это, наверное, основное видо, где вот я стараюсь его использовать в себе. А его подруга Кэрол Альт, известная американская модель и актриса, вообще придерживается сыроедения. Это позволяет ей в свои 60 выглядеть на 40 и этим поражать всех вокруг. Она ест прям сырые яйца, то есть она их вообще не варит. Ей это очень нравится. Потом достаточно много есть сыры, которые не проходят керамическую обработку. Завтракаю я где-то обычно в 9, в 9.30. Потом стараюсь позаниматься какими-то делами, посмотреть, что интересного в мире, новости, газеты почитать. Очень люблю спортивные новости. Позавтракали отдохнули, вот сейчас время 11, идем заниматься. Несколько лет назад Алексей Яшин ушел из профессионального спорта. Но в зал ходит регулярно. Пять раз в неделю. Сейчас я не так часто выхожу на лед, потому что, во-первых, не везде есть лед, где я нахожусь. Во-вторых, просто уже, ну не то, что надоело, но очень много льда было в моей хоккейной карьере. Сейчас больше занимаюсь в зале атлетизма вот разными упражнениями. А завершать свое утро Алексей предпочитает прогулкой. Когда время выдается свободное, с удовольствием люблю пройтись по Москве, вот по Тверской, на Красную площадь сходить. Свободного времени у Алексея по-прежнему немного. Вся его жизнь – постоянные переезды, деловые встречи, тренировки, товарищеские матчи. Но иногда, как он говорит, выдается вот такое идеальное утро, когда все совпало. Не знаю, ты вот говорил, что звезду звездой делает харизму. А мне все-таки кажется, что это тяжелая, кропотливая работа. Спортзалы, диеты, пробежки по утрам. Ну, конечно, конечно, это часть профессии. Да, часть профессии. Но когда профессия заключается в твоей внешности. А если ты, допустим, работаешь в офисе с шести до сни вечера. Вечером приходишь, и уже ничего не хочется делать. Так, спортзал ни на что нет сил. Ну, специально для таких людей есть ленивый спортзал. Ты можешь пойти туда в любое удобное для тебя время и, в общем-то, худеть, приводить себя в порядок, ничего при этом не делая. Ой, это для таких, как я, для ленивых. Я хочу. Да? Пойдешь? С удовольствием. Ну что ж, тогда мы сегодня отправимся в один такой спортзал, узнаем, что это такое. Ну а вы, лениво, сидя за экраном телевизора, посмотрите, может быть, похудеет кто-то. На 33 квадратных метрах лишь 4 тренажера. Аппараты ЭМС. Сторонники фитнеса для ленивых уверяют, 25 минут на таком тренажере заменяют 4-6 часов изнурительной работы в обыкновенном спортклубе. Наша мышца выполняет от 85 до 100 сокращений в секунду, в то время как в тренажерном зале мы за одно действие выполняем одно сокращение. Но так ли это на самом деле? Мы решили провести эксперимент. Помочь нам вызвались Виктория Пьер-Мари и ее персональный тренер Виктор Торбин. I wanna dance, baby! Мой спорт везде там, где можно просто подвигаться активно. Работаем, работаем, не сбавляем темп. Мышца должна быть под постоянной нагрузкой. Ребята, мне кажется, молодой красивый тренер – это большой грузоподъемник для дамы прийти в спортзал. Виктория проводит в спортзале по полтора часа трижды в неделю. Ну, самое ужасное, Виктор, после тренировки я очень хочу пушить прямо на семье. Здесь надо все-таки держать себе в руках. Тренировка подходит к концу. Совсем скоро Виктория и Виктор отправятся в спортзал для ленивых, чтобы оценить, так ли эффективны эти новые технологии, как о них говорят. За 20 минут можно прокачать все группы мышц. Интересно было бы поэкспериментировать, посмотреть, что это за нам технологии, хотя я глубоко убеждена в том, что для достижения любого результата должна быть проделана усиленная работа. Перед тренировкой на ЭМС-тренажёре Виктории выдали специальный жилет, предварительно смочив его водой для лучшей проводимости импульсов. Виктория слегка напряглась, но позволила подключить себя к тренажёру. Тренировка длится 17 минут. Все 17 минут у нас делятся на 4 секунды импульса, 4 секунды паузы. То, что справа, понятно и привычно, а вот слева выглядит странно. Движения вроде бы те же, только без железа и тренажёров. Отчего же усталость и испарина на лице? Сама технология электромиостимуляция зародилась в 60-х годах, и родиной её является Советский Союз. Когда наши космонавты начали летать на орбиту и проводить там по нескольку дней, появилась очень большая проблема, связанная с атрофированием мост. Этому изобретению уже за 50. Но в народ эта космическая технология пошла совсем недавно. Ой, надо отпускать. Оставляю. Уже прям тухо. Сейчас поясницу. Хорошо, как и должно быть. Напрягаемся. Поясницу продавим. Привыкайте, привыкайте. Виктор внимательно следит за ходом тренировки. Волнуется за свою подопечную. Тренировка даётся Виктории с трудом. Чтобы узнать секрет невидимой нагрузки, Виктор тоже решил принять участие в эксперименте. Ну, такая достаточно ощутимая нагрузка идёт. И что непривычно, работают все группы мышц сразу. Наш эксперимент подходит к концу. Что скажут наши герои Виктория и Виктор, которые впервые испытали на себе эти космические нагрузки? Я почему-то уверена в том, что настоящий фитнес эта короткая тренировка не заменит, не может её заменить. Здесь всё равно есть область ограничения в движении. Не хватает творчества, фантазии. Быстро и эффективно. Вот, наверное, здесь действительно конёк именно в этом. Кто знает, возможно, за этим будущее. Но пока я считаю, что такие вещи не могут вытеснить фитнес из нашей жизни в целом. Замечательное сегодня выдалось утро. Да, увидели, как просыпаются животные. Очень своеобразно это всё выглядит. Даже покормили львов и выжили. Да? Ну, а мы поехали. Ох, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Оу, вот так своеобразно хотелось бы, чтобы и ваш день продолжался и чувствовали себя точно так же необычно, как мы сегодня. Хорошего вам дня. Мы поехали. Да-да-да. Да-да-да. В центр, 300. Дорогу покажите? Сейчас прямо. Аплодисменты в этой теме. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok